Всем привет! Меня зовут Аня и я очень рада, что вы вновь на моем канале. Сегодня у меня тут помощница Белла, тот кто смотрит мои влоги знает, маленькая березка была. Сегодня она мне помогает в видео и сегодня девочки хочу вам рассказать о натуральной косметике, которая называется Organic Zone. На тестирование я выбрала 6 средств, которые мне были интересны, которые я хотела попробовать. И сейчас вам расскажу, что мне понравилось больше всего, что мне понравилось чуть меньше, так как натуральная косметика все-таки кому-то нравится, кому-то не нравится, но нельзя отнять того, что у натуральной косметики шикарные просто составы. Плюс это не тестируется на животных и плюс это какие-то средства без спирта, без СЛС, без парабенов и составы, конечно же, просто подарок. Первое, что мне понравилось просто безумно, это, конечно же, кокосовое масло. Вы видели распаковку этой посылки, вы видели, что масло было густое. Я специально поставила это масло на 2 часа на батарею, чтобы оно расплавилось. Выглядит оно вот так, достаточно, знаете, такое жидкое, желтоватое. И это просто, девочки, шикарное кокосовое масло. Оно хорошо наносится на волосы. Я наносила не только на кончики волос, я наносила его на корни, чтобы протестировать. И наносила его на поверхность рук. То есть руки были мои увлажнены просто как у младенца. Кожа была мягкая, кожа, знаете, еще такое, когда у вас кожа увлажнена и напитана, она так слегка блестит. Вот после этого масла просто такой же был эффект. Мне очень понравилось наносить именно масло на руки. Вообще, кокосовое масло это единственное масло, которое можно наносить на корни волос. Потому что, как бы, фермент этого кокосового масла, из него делаются шампуни и так далее. Что можно наносить его на корни волос. Это же масло, знаете, есть кокосовое масло жирное, есть нежирное. Это полужирное. То есть оно хорошо напитывает ваши кончики, хорошо распределяется по волосам. При этом не оставляет такую супер жирную пленку на ваших волосах. Можно наносить на ночь. Я наносила на ночь и на волосы, и на корни волос, то есть без проблем. Подушка моя осталась не такая жирная, как после других каких-то масел. Масло мне очень, девочки, понравилось. Единственный такой момент, что если вы наносите его на супер убитые волосы, наносите больше и наносите тёплое масло. Не наносите именно вот такое, знаете, уже остывшее масло. То есть желательно подогреть его в мисочке побольше на паровой бане или на батарее, чтобы оно было прям, знаете, на грани между тёплым и горячим. Тогда у вас волосам больше будет пользы. Волосы его впитают, и кончики ваши, и вообще волосики скажут вам спасибо. Девчонки, кокосовое масло присмотритесь. Цена для этого кокосового масла, я считаю, что просто подарок. 300 с чем-то стоит на сайте, плюс доставка на сайте бесплатная, так что обратите на это внимание. Масло просто супер на подарок, тем более скоро Новый год. Шикарное масло. К тому же на сайте я когда выбирала, там столько подарочных наборов, у меня глаза разбежались, потому что я могла выбрать и какой-то подарочный набор, но я хотела протестировать больше средств. Вот. И обратите внимание на сайте на подарочные именно наборы. И для волос, и для кожи, и для ухода за телом, и гели для душа, и какие-то пенки для ванны. И глаза разбегаются, и хочется всё попробовать. Следующее, что я очень хотела попробовать, это, конечно же, нашумевший на ютубе тоник. Многие девочки его уже тестировали, и практически всем он понравился. Это тоник для жирной и проблемной кожи, мятный чай. Вот так он выглядит. Упаковка, да, знаете, такая лаконичная, как у многих марок натуральной косметики. Потому что самое главное, конечно же, внутри, а внутри у нас кладезь каких-то микроэлементов, экстракты, гидролаты, составы просто, девочки, шикарные. Я когда вдавалась в подробности составов, была просто в шоке. Касаемо тоника. Во-первых, это запах. Я когда его... Ароматы косметики, знаете, выше всяких похвал. Такое ощущение, как будто зелёный чай с лимоном, либо слаймом, остудили, и на это наношу на свою кожу. Запах просто потрясающий. В этом тонике нет спирта. Это огромный плюс. Для жирной кожи я уже поняла, наверное, года полтора назад, что все средства желательно без спирта, особенно тоники. Потому что, когда вы наносите спиртовой тоник на ваше лицо, сначала кажется, что да, он матирует ваше лицо, что у вас поры менее видны, но проходит 2-3 часа, и у вас ещё больше выделяется себум, потому что за счёт спирта получается именно вот такая реакция. И я теперь не пользуюсь средствами, стараюсь не пользоваться тониками, где есть спирт. Поэтому, девочки, обратите внимание, у кого жирная кожа, вот этот тоник просто шикарный. Очень вам советую. Расход минимальный. Можно просто залить ваше лицо, и не только лицо, и всё равно расход минимальный будет. Следующее средство я когда получила, было, конечно, в таком небольшом шоке. Потому что это соль для ванны, морская, вот в такой маленькой баночке. Я же подумала, мы привыкли, что соль морскую надо прям вот ложками, знаете, тарелками в ванну сыпать, чтобы был какой-то эффект. Но это другая немножко соль, и здесь настолько концентрация сильна. Это у нас морская соль для ванны, индонезийский кокос, с натуральным индонезийским маслом кокоса. Конечно же, без парабенов, силиконов и СЛС. Когда я открыла эту соль, девочки, просто запах, вот тот, кто любит кокос, меня поймёт. Настолько концентрированный запах кокоса, такое ощущение, как будто я лежу в ванне полностью с кокосами. Знаете, разрезанные кокосы и молоко кокоса, и вот я лежу в этой ванне. Запах просто шикарный. И касаемо, сколько добавлять? А растворить нужно, способ применения, растворите 3-4 столовые ложки в ванне. 3-4 столовые ложки, я бы сказала, что даже это много, потому что концентрация сильна. Когда у вас вода вот в ванну наливается, да, вот это масло испаряется, и у вас просто шикарный аромат стоит в ванне. Знаете, такой антистресс кокосовый. Тот, кто любит кокос, я думаю, девочки оценят. А на подарок это вообще просто шикарная вещь. Вообще, я когда на сайте выбирала, знаете, такое ощущение, как будто я выбираю кому-то подарки. Вот действительно. Так средства все красиво упакованы, так они все красиво выглядят. Знаете, по-девчачьи, вот есть какие-то с какими-то бантиками, есть с какими-то там, я не знаю, завязочками. Вот такая милота, просто мне очень понравилась сама упаковка, да, вот эта организация бутылочек. Следующее средство, которое мне тоже, конечно же, понравилось, это у нас альгинатная маска со спирулиной. Вот в данном пакетике на два применения. Одно применение уже сделала, осталось у меня еще на одно применение. Хорошая, знаете, такая профессиональная альгинатная маска. Хорошая альгинатная маска. Когда вы наносите ее поверх сыворотки, маска застывает, вы ее снимаете, кожа у вас гладкая, кожа у вас напитанная, разглаженная, вы выглядите прекрасно. Хорошая альгинатная маска. Знаете, есть альгинатные маски, которые, ну, как бы есть эффект, а как бы нет. Это хорошая альгинатная маска, которая, я думаю, используется и в салонах, тем более она со спирулиной. Я думала, что она будет ярко, такого ядреного зеленого цвета, но нет. Она не настолько прям ядреного цвета, но красивый цвет, запах, запах как бы, ну, спирулины. Кто знает, как пахнет спирулина, знаете, такой травкой, тот, думаю, представит себе запах хорошей альгинатной маски. Следующие два средства, о которых я хочу вам рассказать, это у нас маска для волос и несмываемая сыворотка для волос с эффектом ламинирования. Я покупала их в купе, потому что они оба средства с эффектом ламинирования. Касаемо сыворотки, это у нас несмывашка на миндальном и органовых маслах. Касаемо сыворотки, внутри находится такая полужидкая консистенция, которая легко распределяется по вашим волосам. Да, я думала, баночка будет чуть-чуть побольше, хотя бы 70 или 100 миллилитров, но здесь 50 миллилитров. И расход у нее, как бы, такой, не минимальный, не максимальный, средний. На мои волосы я нажимаю три нажатия, у меня здесь уже, ну, половина баночки точно нету. После этой сыворотки волосы становятся воздушными. Такое ощущение, как будто у вас копна волос увеличилась, потому что эта сыворотка уплотняет ваши волосы. Она не питает ваши волосы, она выглаживает за счет эффекта ламинирования. Волосы становятся гладкими. Визуальное ощущение, что у вас больше стало волос. Волосы стали чуть-чуть мягче. Они реально хорошо расчесываются, реально хорошо по ним скользит утюг. Если вы брашингом, как бы, сушите, то расческа будет скользить еще лучше. Но мне было недостаточно именно увлажнения и пятнания, то есть мне пришлось использовать свое масло. Также можно использовать вкупе масло, конечно же, кокосовое. Оно для этого хорошо подходит. Если у вас в хлам убитые кончики, она хорошо напитает и не будет утяжелять. Знаете, не будут у вас казаться, что вы визуально грязные волосы. Сыворотка мне очень понравилась, но, опять же, расход не минимальный. И именно не хватает, все равно потом нужно будет масло для питания кончиков. А так, сыворотка действительно, то, что заявлено эффект ламинирования, что она выглаживает, напитывает, визуально, опять же, да? Визуально. Напитанные волосы визуально выглядят гладкими, блестящими. И на ощупь, знаете, такими плотными и гладкими. Вот это эффект ламинирования так и есть. Сыворотка просто супер. Я считаю, что это, знаете, такой быстрый must-have, который вот вам нужно куда-то выйти, на какую-то вечеринку, на праздник, на день рождения. И вам нужно визуально сгладить свои волосы, чтобы они красиво смотрелись в укладке, в прическе. Эта сыворотка в этом вам поможет. Она делает именно мгновенный эффект, что ваши волосы становятся гладкими, пышными, как она преображается. Опять же, это визуальный эффект. То есть, изнутри здесь ничего не пролечит, не лечит, не восстановит. Вы должны понимать, что эффект ламинирования – это чисто визуальный эффект. Волосы гладкие, блестящие, разглаженные, ухоженные, выглядят ухоженными. Вот, просто до помыв. Следующее, что мне не очень понравилось – это маска для волос. Я, когда её открыла, я, в принципе, поняла, что она будет не настолько питательная по запаху на любителя, скажем так. Многие маски из натуральной косметики не распределяются хорошо по волосам. Эта маска действительно не распределяется хорошо по волосам. Её нужно усилие, чтобы нанести её на волосы. Волосы её съедают, волосы её впитывают, этот состав. И вам трудно нанести на волосы, распределить этот состав. Вам нужно постоянно добавлять, добавлять эту маску. Вам нужно постоянно добавлять, добавлять эту маску. И на мои волосы, несмотря на то, что они не длинные, после четырёх раз использования практически осталось меньше половины. То есть расход максимально идёт у этой маски. И знаете, когда вы её наносите, то есть нету такого ощущения, как будто у вас именно силиконовая маска на волосах, да? Тот, кто привык к силиконом. Я привыкла к силиконом на своих волосах. Я люблю вот это насыщение в волосах, когда вы руку просовываете, да, ваши волосы, и у вас прям скользит ваша рука в волосах. После этой же маски такого не будет. Но, когда смываешь эту маску, волосы мягкие, волосы выглаженные, волосы действительно хорошо расчесываются, волосы не напитанные, но визуально кажется, что они действительно напитанные. Это маска из серии уплотняющих. Она действительно уплотняет ваши волосы, волос. Из-за того, что он плотный, кажется, что прибавился объём. Но она не напитает сухие волосы. Как маска с эффектом ламинирования, да, возможно, она и работает. Но блеска она никакого моим волосам не придала. И после смытия маски, как бы, да, они хорошо расчесывались, но для моих волосах это всё. Больше эффекта я получила, конечно же, от сыворотки. То есть, волосы стали воздушными, волосы стали такими, знаете, именно приятными на ощупь. Но это не заслуга маски, и мне очень трудно было её распределять на волосах. То есть, я не люблю такой эффект. Мои волосы любят именно силикон, но тут же опять на любителя. Потому что кто-то любит натуральную косметику, кто-то нет. Кто-то пользуется ей из-за натуральных составов, а кто-то любит силикон. И тут, понимаете, выбирать вам. Поэтому это средство мне понравилось меньше всего. И, как бы, остальные средства были на высоте. И мне понравились практически все вот эти средства, кроме маски для волос. Так что, девчонки, рекомендую вам эти средства. Очень хорошо работают. Масло кокоса. Обязательно присмотритесь к кокосовому маслу и к тонику для жирной кожи. Это просто, знаете, те фавориты, которые должны быть на туалетном столике у каждой девочки. Потому что, во-первых, тоник для жирной кожи и для сухой кожи без спирта. Это самое главное, когда вы тонизируете кожу. А кокосовое масло всегда нам нужно на любых волосах. На сухих, на нормальных, на окрашенных и неокрашенных. Плюс увлажнять ручки, ножки, а также локти мажем вот этим кокосовым маслом. И если у вас сухая кожа лица, можно тоже наносить на кожу лица. А также добавлять в маски, шампуни, бальзамы и кремы. Так что, девчонки, обязательно присмотритесь к кокосовому маслу. Обязательно присмотритесь. Тем более, бесплатная доставка на сайте. Спасибо, что были в этом видео со мной. Обязательно пишите мне в комментариях, кто уже пользуется такой косметикой. Какие средства вам нравятся, какие нет. Ваши отзывы я буду все, конечно же, читать. Мне все интересно. Всем хорошего настроения. Всем любви, счастья и терпения. Будьте красивы, будьте любимы, а главное, будьте здоровы. Всем пока.